всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий очень с тобой продолжаем играть лос-тарк лос-тарк сюжетная компания у нас сюжетный рахиндель у нас рахиндель сюжетный рахиндель вот вот так вот сходили той серии освободили одного духа этого главного духа ветра по моему или огня по моему ветра до ветра вот но а не полный че за бред с игрой происходит ребят вторую серию чем я выгнали у меня не пустили спасибо я выгнали пускают ребят дженаил это было вскоре после вторжения следы хаоса тогда пятнали землю словно ржавчина маги башни затмения всегда были самонадеяны они решили что смогут упорядочить хаос и взять его под контроль но случилось иначе но случилось иначе так мало по малу хаос затмил их разум исказил взор иллюзиями они стали видеть демонов друг в друге искажаться и сражаться они направляли не воду не ветер а хаос который изучали они направляли не воду не ветер а хаос который изучали это была страшная битва а когда концентрация хаоса достигла предела грянул взрыв много лет назад мы спорили о том как поступили как поступить с руинами дженаила и выжженными селинами выжившими селинами я считал что они должны быть уничтожены стерты с лица земли но иона игр герден убеждали меня проявить милосердие похоже я зря их послушала это вина не джена и лица фаврель суд теперь я понимаю почему арт-дроу герден дал тебе огненную печать ты говоришь его словами много лет он считал что хаос можно упорядочить а дженаильцев спасти он полагал что необузданная непокорная стихия пламени отчасти сродни хаосу и применив те же методы и плетение он добьется успеха увы чтоб позволено руфиону не позволено арт-дроу герден сдался но он продолжил отстаивать отстаивать право дженаила на жизнь отчасти из личных пробу побуждений среди дженаильцев были его близкие друзья полагаю сейчас ему тяжелее чем всем нам но горевать и сожалеть на времени нет герден должен найти и освободить от чар экзарха огня безумие этой стихии может обойтись нам дороже всего узнать у советника абеля где искать гердена пойдем узнаем где же нам искать так она получать матчей все таки я не доверяю этому айвену маги рассветной башни ищут способ открыть портал в другие части храма это будет непросто хаос исказил пути арт-дроу гердена среди них нет после совета его никто не видел сдается мне он отправился в дженаил и все-таки я не доверяю этому айвену ну не доверяй господи твои проблемы каждого свой взгляд нормальный парень чудо не докопались мое искусство не магия айван странный у тебя приятель битый час убеждаю его что я не волшебница к магии у меня никогда таланта не было с детства даже в игры не брали какой от меня толк если я не цвет не цветок из семечка вырастить не могу не снежинку на ладони держать так чтобы не таяла прятая прятались нарочно от нарочно отмен только я всегда их находил следы они повсюду приметные так и светятся особенно те что оставляет магия вот и я разглядывала тут цепион пыльный вихрь создал там алира заставила радугу засиять в каплях воды и эта игра мне была гораздо веселее их волшебных волшебных игр мне нужно найти мага в дженаиле не шутишь это запретные руины над ними до сих пор бушует хаос он исказит твой разум и выветрет выве вывернет тело наизнанку прежде чем ты дойдешь до последнего до поселения дженаилов нет я не самоубийца то есть она вас не повезет как не думайте я не угал вам я действительно исследовал руины дженаила и как видите остался совершенно нормален чтобы там не говорили в рассветной башне есть зелье я пошел упомнание о нем старых записях ордроге гердена с этого собственно и начался мой интерес к дженаилу она стабилизирует молекулы не дает им искажаться у меня осталось все мне осталось все один пузырек но ничего я приготовлю еще все ингредиенты здесь в моей моей сумке принесите только воды непременно живой проточной и алхимической соли вы безумцы но мне это пожалуй даже нравится готовьте свое зелье я вам помогу любишь мазохистов они от вот так вот любит она знаете свои горячих могу обменить нет у меня уже ничего нет так давай проточной водам пойдем туда еще возьмем алхимической соли смотрите что я выучил что вам угодно так куда ты что вам угодно указом ордрены вы можете рассчитывать на любую помощь в этом городе берите все что нужно спасибо так нам куда смотрите что я выучил вчера пойдем в дженаил туда пойдем к дженаилу красота наше проводница уже ушла в руины сказала что взяла след и не может ждать все-таки удивительно как мало мы знаем о магии мы привыкли считать что чародей непременно должен управлять стихиями и читайте могущественное заклинание но вот но вот вам аллейна вот гендель который просто говорит с лесом все больше по я все больше понимаю насколько ограничено наше представление о мире нам нужно отыскать гердена да да простите иногда я увлекаюсь и мне трудно остановиться возьмите зелье учи учтите она довольно противно на вкус без проблем я всякое говно пил и не такое теперь я начерчу круг мы по очереди встанем в его и готова сперва туран затем я а напоследок вы хочу быть хочу будет назвать переместит я читать потерялся а мы переместимся да ярко давай двигайся ближе месяц она плетишь замечательно ничего я думал что сработает час это понятно осторожнее над руинами бушует хаос да я в курсе не учи меня салага очень видишь я понял здесь прям так показали типа руина дженаила что прям здесь смерть витает витает смерть в облаках видите уже попадаются парящие камни здесь на краю до самой лунной башни не опасно это так называемое пограничье мертвые земли изувеченные и брошенные хаосом а вот дальше простите я слышу шаги надеюсь это наша проводница вы друзья гердена вы тоже маги знаешь герда на герда на мой дядюшка мой герден друг дядюшки догмара это он привел нас в деревню сказал тут должны поселиться бамбу дядюшка догмар посмотрел покивал все верно с тех пор мы тут и живем ты знаешь где герден проходил недавно торопился но к дядюшке догмару заглянул и потом дальше пошел куда не знаю разве он станет рассказывать это поразительно когда я был здесь в последний раз окрестные поселения стояли заброшенными и парящие камни даю вам слово их было больше сколько времени прошло в месяц два-три до примерно так послушай мне давно не дает покоя вопрос зачем мы сами пошли к зачем вы сами пошли к аэнмар не познакомь не познакомься высту ран она не привела бы вас ко мне история возможно сладость жилось бы совсем иначе мне посоветовал герден я так и знал он пришел к тем же выводом что и я только раньше ритмы аэнмар настоящая магия которую упорядочит мир теперь я в этом уверен идемте в деревню нужно поговорить с этим дядюшкой догмаром пошли я уже давно про это догадался давай уничтожим хотя нет больно долго ну ладно давай уничтожаем аэээээм всего лишь 34 тысяч опыта больше не буду эти задания выполнять мне надо там 43 миллиона набрать за задание дает 34 тысяч вообще ни о чем вот опрямый говорю тебе не знаю я волшебства гости рядка заходят в это место суматошное но разлаженная все в нем не так жаль его как неприкаянное существо так и хочется обнять и завыть вместе с ним голос погляди погляди погладить по растрепанным космому бою хоть словно горемычное дитя ничего отходим понемногу вы знаете где герден приходил недавно посмотрел как идут дела покачал головой если в раньше и ушел на север башни лунная башня стоит на самом краю пограничье за ней только хаос я все-таки надеюсь что мы встретим там гердена и нам не придется идти дальше я тоже слышу как стонет эта земля надеть и нам должны как бы до очистить даже все равно землю-то устанавливать наш долг защищать рахиндаль как ни крути след оборвался в землях вокруг старой столицы до сих пор бушует хаос судя по всему мы опоздали ордроу герден действительно заходил сюда но ненадолго забрал записи какие-то флаконы и ушел куда эти маги не знают а теперь все надежно на нашу проводницу она где-то здесь слышишь это явно его не понимаю он ушел порталом никакой зацепки он просто испарился ну знаешь портал не успеешь не успешно я не успела и успела не успела я не знаю где герден ордроу не отчитываются о своих действиях перед лунной башни или перед кем бы то ни было еще тем более ордроу герден вы его недолюбливаете лунная башня создана для того чтобы наблюдать за дженаила если хаос начнет разрастаться мы должны стать щитом для рахиндели и принять на себя первый удар мы смертники такова плата за милосердие ордроу гердена и его бесплодные попытки исцелить дженаил я не могу взять след беседы надо какие-то повторю я не знаю где он мне бы хоть одну зацепку его вещи артефакты с которыми он работал что-то запомнившие его магию я найду след уходите ничем не могу вам помочь до уходим уходим яри и все недовольные все какие недовольны то им не то это им не то эрк там так опасно стоишь прям на краешке опасная девчонка как я понимаю мы в тупике герда наставил в нем камни дженаила как я понимаю он изучал их измененную структуру и пытался понять как ее восстановить кроме того мои говорят он много работал снаружи с осколка с колоннами с големами следы его заклинания должны быть повсюду в руинах главное не терять надежды идемте за ним ну идемте так поехали будь осторожней я готова где артефакты природа этих камней хаос он перемалывает чужеродную магию и уничтожает ее шансов что плетение гердена уцелели почти нет но я сделаю все возможное окей другого выхода у нас все равно нет это бесполезно хаос уничтожил все следы прости на этот раз проводника из меня не вышло я могу разговорить камни и мох могу заставить озеро показать отражение которое она видела много недель назад но с хаосом мне не договориться постойте а печать огненная печать которую тебе дал герден она все еще у тебя на печать посмотри ого что это это вещь чистая магия даже в буре хаоса она как сигнальный маяк да пожалуй у нас еще может получиться я дольше всех верил что дженаил можно исцелить помните это всего лишь тень прошлого я решил что добился цели надеюсь твои зелье нас защитит ну пойдем по его следам я опоздал хаос начал руб лесен на ростках элзовин помутневшие воды ну но я все еще сомневался как и весь совет я винил аврель суд затем азена рассказала нам о том что случилось фраме стихий не понимаю у меня нехорошие предчувствия нужно догнать гердена пока не случилась беда алейна почему мы остановились все больше не могу в этом проклятом месте сила буквально утекает трудно поверить но кажется в этих домах кто-то живет расспроси их в какую сторону двинулся наш арт-дроу а я пока немного отдышусь видишь тень заметила нас и скрылась где не надо не трогайте меня идут они идут не прикасайтесь ко мне какие все пугливые то идут они идут страх их вечное проклятие смотрите следы и сапог герден шел на север задание больше не выполняет наш за них ни хрена не дают там 3000 другой 30 все еще работает как странно мы в самом сердце старой столицы пошли в жопу не избыть это бремя похоже здешние жители не так боятся нас как те наверху попробуем узнать у них про гердена давай только не убегайте мы просто хотим поговорить пришли в джинаил привет привет пока спрашиваете здесь в самом сердце хаоса гости редкость зачем вы пришли почему вы так вы знаете гердена я знаю его всю жизнь мы вместе постигали магию сражались плечом к плечу и поднимали кубок и на перрах в джинаиле он единственный кто он единственный не отвернулся от меня после того что случилось герден всегда обладал несгибаемой волей но при этом ему было свойственно поразительное милосердие когда совет решил уничтожить джинаил он выступил с речью один против всех он говорил так так пламенный был и был и был так убедителен что королева иона встала на его сторону он поклялся что сумеет исцелить это место герден был здесь несколько часов назад он сказал что ему открылась истинная суть вещей что скоро все изменится он собрал старших магов и увел их за собой неужели он действительно нашел ключ к спасению истинная суть вещей ох не знаю у меня от этих слов мороз по коже маг которого нам показали видение меньше всего походил на спасителя что же мы стоим ох нехорошие у меня чувствую ну да у меня тоже сейчас узнаем ну короче магов да взял и эти нахрен они даже не сопротивлялись не пытались убежать они доверяли ему и ждали что он их спасет по сути как он как бы ждите мы не знаем что произошло у меня хватит сил чтобы вызвать еще одно видение мы должны узнать правду давай куда мы идем герден скажи наконец что ты задумал мы не понимаем я спасу рухиндель герден нет пощади что ты делаешь нет нет хаос нельзя сдержать да действительно он их убил никто не смог бы выжить в этом пекле постой здесь след совсем свежий неужели кому то все же удалось уцелеть да там видно было что кто-то убежал кстати там было видно что один смотался на блин опять не прям перед носом уехал кипятка я перед носом уехала кипятка на я кибитка кибит . есть по ресурсам капля в море отвалить кто здесь аплодисменты зачем зачем аплодисменты аплодисменты мы хлопаем в радушь он там бедный умирает а мы хлопаем в радушь не убивайте прошу он обезумел он сказал что мы скверна которую нужно выжить пока она не поглотила рахиндель никто не успел двинуться с места из его рук вырвалось пламя селина вспыхнули в факе факелами жар был такой что казалось полыхал сам воздух а когда марева развеялась он исчез исчез убил их исчез не мог здесь следы обрываются герден ушел порталом и я не смогу его отследить нужно возвращаться в лунную башню окей вам помочь боюсь нам уже никто не поможет давай-ка мы сбегаем до вверх откроем портал не шагу назад мы не отступили защищать то чувствую точно может это пригодится в землях вокруг старой столицы до сих пор сейчас лифт опять без меня уедет дарьяна стой есть успел поломера дарьяна какие-то непонятно hell brothers я все видела я должна была понять каким ударом для гердена станет известие о джина и лицах в чертогах бурь он разом утратил все во что верил так долго он решил что мы заблуждаемся насчет аврель суд что хаос наступает из джина ила и что именно он герден виновен в бедствиях рахинделя потому что убедил совет не уничтожать руины он обезумел нет он не безумец он куда опаснее он фанатик готовы защитить рахиндель любой ценой и он способен выжить эту землю дотла чтобы исправить свою ошибку несчастью мы потеряли его след чародеи лунной башни следят за вспышками магии на материке если где-нибудь применят огонь мы сразу же узнаем но пока все тихо он затаился и словно исчез с лица земли исчез с лица земли я знаю где герден он между мирами не думайте я не сошел с ума герден отправился в храм стихий помните что сказал ара на что сказала ордрена хаос исказил этот мир наши маги не могут открыть туда портал потому что их привычные плетения больше не работают но испепеляющая буря которую поднял герденом прожгла ткань между мирами открыла проход наш арт-дроу скажут наш арт-дроу скажут вам что это невозможно но я уверен в своей правоте вы сами слышали гердена нет в этом мире открыть портал огнем это невозможно нет даже гердену такое не по силу храм искажен как вода воздух земля и даже огонь тут бессильны мы отыщем гердена огонь не может прожечь портал между мирами рано или поздно он затаился и выжидает похоже что гердена наступление хаоса но открыть портал в храм стихий сейчас способен только постойте но тогда если ключ к чертогам хаос я смогу провести нас туда я разобрал достаточно плетение иллюзий чтобы понять их схему разумеется я ни разу не пытался направлять хаос сам это было бы безумие но я готов попробовать вы не боитесь признаться очень боюсь герой змея так себе вы знаете я я его время вылазок в руины джинаила порой был чуть живой от страха но страсть к науке всякий раз гнала меня вперед пожалуй настало время доказать что все это было не напрасно что вы задумали это опасная игра направлять хаос здесь на границе где его концентрация так велика что может грянуть новый взрыв но это единственный путь храм но надо бы увести всех отсюда до времени нет я приготовлю купол у вас есть жезл вас есть жезл ветви древа элза элзовин умном оболочка оболочки надежнее я не знаю и все же немного дополнительно защита не помешает я наложу заклинание а затем пусть айван поместит в него свое плетение тише дядюшка кармель позволите мне одолжить книгу другую приступайте положите жезл на землю и отойдите мало ли что увы ну в храм стихи не попасть в какой-то миг я думал что не сдержу его хаос начал разрастаться я его почти не контролировал я был словно в эпицентре бури закружилась голова а затем я услышал как туран отстукивает ритм так 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 и я брал опору самому не верится что на что у меня получилось мы никогда не придавали значение иному волшебству кроме магии стихий мы считали его низшими формами искусства детской забавой как же мы ошибались неужели верно говорилось в древних книгах кроткие наследуют землю испытать жезл испытать жезл ваше величество достаточно экспериментов в этой башне мы отправимся на восток дженаила там там когда-то был вход в чертоги земли по и маги сумели снять печати с дневника гердона там есть запись которую он сделал перед самым уходом прочти их по пути блин не хочу отсюда вылезать пойдем так пока там на лифте кататься проще стас и поехали надо не хочешь кататься будешь кататься все равно приятно там снизу наверно 2 пройти я не туда побежал я думаю это сын ладно про здесь долго все это эти лифты пока ждешь помрешь 200 раз от скуки давайте вниз меня а тут надо было он там пройти то мы пропустили наступление вот здесь дверка этот зверь битый час у ворот стоит кассет глазом на стражу и лапой бьет а уходить не в какую они уши пикки взяли да я вмешался приказал обождать гляди тянет к тебе шею перья рождь кликочит тихонько будто мурлычет приручить кликоту на это в наших краях большая редкость зверя невольно и седла не признают а тут гляди к сам по пожаловал но и дива кликату на данном дали ступай оседлаешь кликату на в миг дам чешся много лет я обманывал себя совет был прав зерна хаоса могут долго зреть но рано или поздно скверна выходит наружу тьма разрастается и тому виной только я моя проклятая гордыня моя проклятая слепота я выжгу все чего коснулся хаос пламя окутает рахиндель и очистит его от скверны да реально фанатик пусть мне для этого придется уничтожить храм стихии пусть даже саму элзове время пришло будь осторожнее я все еще сомневаюсь что герден сумел открыть портал с помощью огненной бури если ему помогли значит внутри нас ждет гораздо более опасный враг понял это чё данж ошибаюсь ой данж давайте следующий серия то серии уже 36 минут и верится что мы здесь да и не говори дальше будь там долго там уж будет на минут 20 а то и на 30 на все минут вот мы следующей серии уже продолжим вот храм стихия чего нас по сути остался ветреный этот мы прошли озерного прошли остается тайный сад обитель снов да где растет дерево лзавин великая мать селинов это священное место для всех народов рахинделя там по моему данж будет в конце савриль суд вот ладно вы с тобой уже в следующей серии где мы продолжим рахиндель всем до встречи всем пока в следующей серии